Чао-чао, друзья, и чао от Рино. Вчера, вы знаете, видели, что мы ездили туда-сюда в поисках кресла. В общем, так и не нашли. У нас закрылись маленькие магазины, которые продавали именно офисную мебель. Остались только такие диваны, всякие кресла. Я вчера зашла в один магазин, Рино даже боялся туда зайти. Я говорю, ну я пойду, посмотрю. Там оказался такой магазин, знаете, как в фильме «Красотка», когда этот вечер Гир дал ей деньги, чтобы она приоделась, и она зашла в один другой магазин, они на нее так презрительно с ног до головы смотрели, и говорят, мы вас не можем услужить, она не их уровня. И то же самое, я вчера зашла в этот мебельный магазин, я как посмотрела кресло, там кресло, минимум цена где-то 150 евро одно кресло, представляете, вот я уже не знаю, не смотрела, сколько стоят диваны там всякие. И тоже она подошла ко мне так, что вы же знаете, и такая-такая-такая, я говорю, у вас есть какие-то кресла офисные? Она, нет, мы такое не продаем. И с таким это самое лицом, а я, знаете, я такая пофигистка, мне как-то пофиг, как она с вами разговаривает, как она на меня смотрит. Я, да, а, ну хорошо, и пошла. В общем, у нас большие магазины, именно офисные мебели, надо ехать за город, ближе к Милану, туда. Самый ближайший магазин такой, он находится прямо в начале Милана. Так что, вот. А сейчас мы решили поехать в один большой комиссионный магазин. Я знаю, у нас в городе, недалеко, где живет мама Рина, там есть один комиссионный магазин. Есть комиссионный магазин, но он маленький, я там была как-то. А сегодня утром мы проезжали мимо, Рину показал, где находится, большой такой, огромный. Вот, и посмотрим, походим там, погуляем. Мне само интересно, я ни разу не была в таких больших комиссионках итальянских. Так что, я посмотрю и вам покажу. Самое главное, чтобы мне не понравился этот комиссионный магазин. Смотрите, там даже тележки для тех, кто много чего набирает, наверное. Пойдем, посмотрим. Сопрочка на среде, перо. Ищем офисную. Офисную. Стулья. И тренажеры есть. Продумать. Беговые дорожки. Четыре таких стула, сто пятьдесят евро. Четыре таких стула, сто пятьдесят евро. Ищем офисную. Куп Golf voor Bob. Ищем офисную. Куполька. Ищем офисную. Вот эти же вещи и всякие тканеры, сверху картины. В общем и в этом комиссионном экзине нет таких кресел. Сейчас посмотрим, у нас есть тут маленький магазинчик, а вдруг привезли туда, забросили, кто-то скинул свое кресло. У нас тут такой фонтан. В общем, за 15 евро не мы шли такой шестой. Ага. Вот это пьюальта. Вот это пьюальта. Вот это пьюальта. В общем, за 15 евро вот мы шли такой стол. Единственное, что высота, вот он дальше не поднимается. Ну, в принципе, нормально мне будет. Ну, ладно, придем. Нет, нет. И очень мало. Ага. Окей, придем. 15 евро. Оно здесь. Это пьюальта. Расплата. Эта, да. Очень же. Вот это для комода. Да, я видел именно. Но тут есть еще две платики. Твое, две. Одна блубая и одна аронская. Этот пьюальта удобнее сидеть на нем, чем на это я посмотрел. Здесь спинка поднимается, но она падает. Хорошо, не так. Все, обеяние придем подниматься. Эта, надо держать. Да. В этом проводе была огромная, да. не нашли. А этот тут такой маленький, но он чисто мебель. Видите, тут всего, чего только нет. И вот четыре офисных стула нашли. Ну всё, будет у меня стул новый. А тут Никитин, блин, поломанный. Сейчас повезём этот кресло домашнее. И помодится. Так что всё, у Галинки есть уже кресло для компьютера. Ещё красненькое. Ну так я же девушка, ёлки-палки. Так, это мы едем назад домой через центр. Там наш купол. И ugly. ШУМ МОТОР Субтитры создал DimaTorzok 思은 . Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok